В Бердском городском суде приступили к оглашению приговора по делу бывшего директора МУП КБО Александра Кожина Сергея Оленича, ранее занимавшего должность замдиректора спецавтохозяйства и экс-гендиректора ЖК «Сибиряк» Владимира Даненкова. С подробностями из зала суда Аркадий Фимович. Ровно год продолжалось судебное расследование по делу о безучетном потреблении холодной воды в жилом комплексе «Сибиряк». По материалам следствия, после обнаружения несанкционированных врезок, нормативные расчеты показали, что за водоснабжение «Сибиряк» оказался должен МУП КБУ около 170 миллионов рублей. Директором комбината бытовых услуг Александром Кожиным долг был необоснованно, но значительно снижен. Сегодня судья Татьяна Васюхневич начала оглашение обвинительного приговора. В конце ноября 2017 года в городе Берске Даненков, являясь генеральным директором соучредителем САО МК «Сибиряк», не желая нести материальные затраты, действуя скоростной заинтересованности, обратился к Оленичу, обладающему соответствующим авторитетом и возможностью воздействия на директор МКБУ Кожина, позволяющими с ним договориться о принятии необходимых решений в пользу возглавляемого Даненковым за МК «Сибиряк», поскольку у Оленича сложились дружеские отношения с главой города Берска, который советовался с Оленичем при принятии управленческих кадровых решений, в том числе при назначении руководителя муниципальных учреждений предприятий, продлении с ними трудовых договоров, Оленич мог влиять на оценку главы города Берска деятельность руководителя муниципальных учреждений предприятий города Берска. Между заинтересованными руководителями была достигнута преступная договоренность, что и является основой обвинения. В помещении МКБУ расположено в доме 1 по улице Промышленная Заякина. Неосведомленная о преступных намерениях Кожина исполнила данные указания, с помощью рабочего компьютера напечатала переданные ей кожаным документы, протокол совещания и расчет объема до начисления по холодной воде и водоотведению из АМК Сибиряк, из которых следует, что за АМК Сибиряк по незаконным целовольным подключениям в сеть холодного наслабжения и за безусчетное употребление указанных ресурсов обязана оплатить в пользу МКБУ за должность в размере 380 582 рублей 54 копейки. Эти материалы являются только началом обвинительного приговора, занимающего не один десяток страниц. Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря. Каков будет окончательный вердикт, мы расскажем далее.